Вспоминается шутка из произведения Джерома Селлинджера «Игра в РДЖИ». Там главный герой – юноша. Ума заключает, что прочтя одну книгу становишься обладателем невероятной по объему мудрости. Ведь автор, написавший книгу, прочел тысячи книг, а автор каждый еще по тысяче. Так что в одной книге мудрость из этих миллионов книг, заключает юноша. Где-то он прав. Вам так не кажется? У меня куйма работ по санхе, различных уважаемых эндологов, философов. А в этих работах собраны работы других уважаемых ученых. Так что получается, что у меня почти половина того, что написано о санхе. Вот и я собираюсь. Как бы втиснуть все эти работы в одну. Как пчела собирает нектар из разных цветков, превращая в единый мед, так и я. Собираюсь переплавить все эти мысли, взгляды, суждения, через призму своего видения и опыта и предложить вам. Я постараюсь передать то, что мне кажется важным. Пересказать так, как кажется удобным для понимания. Все люди стремятся избавиться от страдания. Но те методы, которые они используют, дают лишь временные результаты и не гарантируют стопроцентного избавления от духи. А вот санхе дает такую гарантию. Санхе уверенно отвечает. И при этом нет нужды в вере, в упражнениях или в определенной жизнедеятельности, такой как монашество или прочее. Санхе – это мудрость, которую лишь нужно понять, переосмыслить и надеть на глаза словно очки. Это даршана – мера созерцания. И если ученику удается перенять эту даршану, то мир изменяет цвет. Созерцается иначе. Адепт санхе может вести свободную жизнь. Любые грехи сжигаются от учения Капилы. Кем бы он не был ранее, как бы он не жил, ученик очищается от грехов в силу одного лишь знания санхе. Вот такое свободомыслие. Такой соблазн для демонических натур. Именно об этой опасности я и говорил ранее, упоминая, что Шрути было запрещено низшим кастом. Ни одна даршана не является столь же аморальной, над моралью, как санхе. Мораль, этика – все это остается внизу, в поле, на уровне прокрития. Мораль – это гуны. Установка санхи – превзойти гуны. Оставить гуны вращаться самим себе. Превзойти понятие зла и добра. Хорошего и плохого. Так, несомненно, адепт становится весьма черствым человеком. Фраза из Мокшанхармы, которую я хочу напомнить снова и снова. Санхе проходит на опасной грани, на лезвии бритвы. Ученик должен быть благим, чтобы его развитие сразу не пошло по пути левой руки, и он не стал очередным демоном. В Упанишадах есть легенда о двух категориях учеников, делавших разные выводы от одного тезиса учителя – тат, твам, оси – ты един с абсолютом. Услышав эту фразу, демонические натуры поняли ее извращенно, на самом грубом уровне. Поэтому они стали ублажать тело, страсти, потакать всему низменному в себе. А вот божественная натура, вторая группа учеников, стали вникать в смысл изречения, смысл мантры. И постепенно понятие «ты» предстало для них во все углубленной форме, как некая матрешка. Они обнаружили некие слои под физическим, энергетический, под ним ментальный. И так, до духовного. Это и есть лестница на небеса, путь санхи. Расчленить опыт на составляющие, на татвы, этапы или уровни бытия, от грубых до тончайших, психических, пока не будет разграниченный субъект и объект. Все это трудно. Выполнимо, но трудно. И главная трудность – аморальность санхи. То, что это Даршана превосходит понятие добра и зла. Подняться над моралью возможно только пройдя этот этап, а не обойдя его. Но несомненно одно. Для нас, людей 21 века, людей Запада, санхи Даршана более близка и доступна. Попытайтесь увидеть нечто позитивное в нынешнем времени. Мы отличаемся от людей тысячелетней давности. Отличаемся тем, что физически слабее, но сильнее интеллектуально. То, что потеряно в физическом смысле, компенсировано в ментальном. Не духовном, а именно ментальном, интеллектуальном. В древности люди развивали свои физические тела как бы в силу жизнедеятельности. Их жизнь была одним большим физкультурным тренингом. Мы вряд ли смогли бы соревноваться с ними, физической силе и здоровьем. Но верно и противоположное. Наш интеллект развит гораздо сильнее. Наша жизнь – одно сплошное упражнение в развитии интеллекта. Даже отдыхаем и напрягаем ум. Читаем, играем, смотрим фильмы. Информация, которую каждый из нас воспринял с детства, которую воспринимаем ежедневно, несравнимо обильнее, чем в древности. Это и дает мне уверенность в том, что Санхи Даршана может быть полезной людям 21 века. Даже полезней, чем йога Даршана, требующая уединения, чистой среды обитания, абсолютного здоровья и прочее. Путь калькуляции – аналитического исследования. Путь философии – джнана марга. Само собой разумеется, что это направление должно быть самым близким для нас, детей третьего тысячелетия, чьи интеллекты выкованы постоянным противодействием водопадам информации. Мы в гораздо большей степени, чем любой бромин из прошлого, открыты для нового, ибо мир меняется на наших глазах, в течение наших жизней. Мы – дети нашего времени. Времени великих перемен. И то, что в данную минуту мы можем так легко вникать в религиозно-философскую систему иного времени, иной культуры, явственно доказывает нашу способность идти путем знаний, джнана маргой, если мы вообще способны двигаться к совершенству. Именно для этого и нужно приступить к составлению карты, со всей серьезностью, проверять и перепроверять. Если несколько разных источников сходятся на одном, значит у вас есть маршрут. А дальше – нужно идти самому. Карта лишь обозначает путь, дорогу, а пройти ее вам придется самим. Есть два вида людей. Назовем образно эти типы астронавтами и астрономами. Одни желают сами лететь в космос, рисковать, бродить по лунам, по планетам. Другие сидят в лабораториях, составляя модель Вселенной, классифицируют те образцы, картины и прочее, что привозят первые. Они лишь классифицируют, изучают опыт других. Но когда дело касается садханы, пути к реализации свободы, вы в одном лице должны быть и астронавтом, и астрономом. Вы должны сами наметить маршрут, но сами должны пройти путь до конца. Знание санхи, расщепление опыта на 25 составных таттв, неких уровней бытия, начиная от грубейших и восходя к все более тонким, психическим. Все это вам понадобится до овладения этими принципами путем йоги. И все, что мешает йоге в нашем сумасшедшем времени новых технологий, потоков информации, убыстряющегося прогресса, все это может быть использовано во благо, перевернуто с пользой для себя. Ибо нет ничего, что не имело бы двух сторон. Как есть нечто плохое в нашем времени, кали-юге, так же есть и нечто положительное. Это положительное и позволяет нам с вами говорить так свободно. Это положительное можно увидеть и в том, что интернет, как волшебная скатерть. Лишь загадай, что тебе нужно, какая книга, какой текст. Хочешь общаться? Хочешь задавать вопрос? Пожалуйста! Все это является как бы обратной стороной того негативного, что есть в нашем сумасшедшем времени. Кали-юге. И еще. Наши интеллекты, привыкшие к переработке этой огромной информации. Для йоги это не является плюсом, ибо йога старается обуздать психику. Но санхи работает на логическом плане. То, что вы делали с детства, впитывали и анализировали информацию, что это является плюсом с позиции санхи. Теперь вам нужно напрячься, охватить умом то, что известно под санхи, впитать, переварить, проанализировать, расставить по полкам. Наверное, если бы нужно было бы выбирать или-или, то я бы сделал выбор в пользу санхи, ибо йога, классическая йога, трудна, требует определенного образа жизни. Хотя, добавлю здесь же, йога дает контроль на совершенно ином уровне, чем санхи, только йога дает силу полностью узнать подсознательно и овладеть им. И слава богу, нет никакой нужды делать этот выбор. Поэтому воспользуйтесь и санхи, и йогой, как двумя ногами. Нет нужды скакать на одной ноге. Синтез этих двух дыршан самый верный гарант успеха. Знания помогают в йоге, и от йоги возрастают. Тот, кто успешно сочетает знания и йогу, становится совершенным. Такова формула из текстов. Это то сакральное знание, которое дошло до нас, отраженное в разных дыршанах, как единое солнце отражается в разных лужах, и кажется множественным. Согласно арийской мысли, это знание не формировалось взаимным влиянием разных школ, мыслителей. Оно было даровано свыше. Именно это и означает шрути, откровение. Просто древние арии стали запоминать не только важнейшее, но и второстепенное. Именно поэтому веды смесь утонченной философии и грубой магии. И если мы сможем научиться отделять молоко от воды, то первородная истина, услышанная, дарованная сверху, опять воссияет. Есть один миф. Это миф о постоянно умирающем и оживающем Боге. Суть мифа в том, что некого Бога расчленяет на части, растерзывает. Но Бог не умирает, не исчезает. Появляется некто и собирает разбросанные части воедино. И Бог воскрешает. Мы с вами как раз и занимаемся этим. Собираем кусочки Бога. Истины. Нужно сложить мозаику, как в игре, где складывают кусочки, чтобы появилась картина. Как только мы сложим мозаику, истина воскреснет. Припомним главное из прошлого разговора. Санхи и йога – это две разные дороги. Дороги не как пути передвижения, а дороги вспомнить. Это важный момент. Постарайтесь понять его правильно. Пример, любой пример, приводимый мной, имеет одно назначение. Иносказательно, метафорично, изоповым языком показать, объяснить то, что недоступно охватить логикой, обычным способом вербальной трактовки. Именно поэтому мудрецы и святые так любили басни, примеры, сказки и мифы в качестве примеров. Но у примера есть один недостаток. Пример остается примером. И если обращать внимание не на суть, а на частности, уводит от истины, дезориентирует, путает. Иногда в ваших письмах я убеждаюсь в этом. Вы берете один из примеров и продолжаете его анализ. Продолжайте умозаключения, вытекающие из него. Этого не стоит делать. Пример является полезным только в узком смысле, чтобы иносказательно под другим ракурсом показать мысль, утверждение. Вот и теперь. С одной стороны я говорю, санхи и йога разные пути к единой цели. В другом месте утверждаю, можно идти обоими путями, комбинируя их. Как будто эти два утверждения содержат противоречия. Но на самом деле противоречия нет. Пути к единой цели не нужно понимать под этим дороги, тропинки, а под достижением цели обретение места, передвижения. Понимайте под путями пути познания, воспоминания, обретение знания. Тогда противоречие исчезнет. Санхи – это изменение взгляда на Вселенную, на самого себя, на цель жизни. Цель в игре, в Криде и Лиле, в Бхоге и Апавагре. Эти термины обозначают некую игру, таинственную, некое волшебное развлечение сверхсущества, лишь играющего роль личности, человека. И Санхи может быть как этично, гита, для блага мира, так и превосходящее этику, пара противоположностей. Такой ученик становится крайне черстым человеком, из Мокши Дхармы. Недаром, по мифологии, у истоков Санхи стоит Асура, или демон. Фактически, Адепт Санхи может расширить сферу своей деятельности настолько, насколько захочет. Он ничего не страшится, ибо его действие больше не имеет никаких последствий для него, и, следовательно, не имеет пределов. Так как ничего больше не может его связать, освобожденный волен выбирать любой способ действия. Тот, кто действует, больше не он, не я, но просто безличный инструмент. И это положение простого наблюдателя может зайти как угодно далеко. Адепт может примерить любую маску. Он относится к собственной личности именно как к маске. Точно в стрелялку он играет в войну. И смерть для него нечто мелкое, незначительное. Тот, кто думает, что убивает, и тот, кто считает, что умирает, оба они неправы. Адман не может убить или умереть. Вам нужно постараться понять эту особенность обеих систем, как санхи, так и йоги. Обе аморальны, в значении над моралью. В текстах постоянно подчеркивается, что мудрец возвышается над плохим и хорошим, над этическими нормами, принятыми в обществе. Но йога требует полного исключения любых умственных состояний, волнующих психику. Ложь, воровство, агрессия. Они должны быть полностью исключены, ибо невозможно овладеть психикой, если в ней есть подобные волны. Санхи допускает такие волны. Только они должны быть совместимы с дхармой, этикой, совестью. Я не знаю, удалось ли мне передать смысл того, что хочу сказать. Поясню на примере. Какой ребенок не мечтал оказаться в роли суперагента, Штирлица или Джеймса Бонда? Агент врет, убивает. Почему мы восхищаемся им? В чем отличие агента от аморального человека? Он чист перед самим собой. Он исполняет свою дхарму, служит высоким целям. Обманывая, убивая, агент не совершает этических проступков. Самхи утверждает, что человек может совершить факт, но его поступок отягощает карму лишь как акт. Иными словами, важно, насколько действующий верит в свою правоту. Даже убивать можно во исполнении долга. Йога исключает ложь, агрессию, секс и прочее полностью, вне зависимости от того, чего требует долг лидхарма. Йога, классическая йога, изложенная в йога сутрах, невозможно для человека, живущего агрессивно, постоянной лжи. Вне зависимости от того, оправдано насилие и прочее или нет, служит благу всего человечества или нет, все возбуждающее ум должно быть исключено. Санхи ставит иную задачу. Она не старается добиться той степени самоконтроля, которую преследует йога. Санхи старается разобраться в космических принципах, татвах, и научить адепта видеть себя скоплением этих татв. И самое главное, разграничить 25-ю татву от остальных 24-х татв. Санхи может быть практикуема человеком, живущим агрессивно. Поэтому эта даршана и была популярна среди воинского сословия. Психику невозможно контролировать, не исключив из нее агрессивные волны. Для человека, живущего согласно дхарме воина, будь он благороднейшим из благородных, рыцарем или самураем, невозможно достижение высших йогических ступеней. Йога требует от адепта самоконтроля невероятной степени. Овладеть психикой до такой степени невозможно, не исключив из ума агрессивных волн, даже правильных, с кармической точки зрения. Невозможно совершенствоваться в йоге, не соблюдая ямы. Ум не способен к интроверсии, к утончению и к исследованию собственных глубин, если время от времени вздыбается, словно непослушная лошадь. Страх, агрессия. Подобные волны вызывают возмущение на всей поверхности психического озера. Но такой образ жизни, связанный с риском, не является помехой для последователей Санхи. Дзен-буддизм в Японии и Чан в Китае оба направления связаны с философским взглядом Кришны, сына Деваки, изложенные им воинственные песни. Считается, что Гита некий переработанный вариант этой философии. Лейтмотив этого философского взгляда возможность совершенства для мирянина без саньясы и отшельничества. Незачем прятаться в пещерах и тиши лесов. Нужно действовать активно, противостоять и отслу. Работать ради блага мира. Жизнь сравнивается с жертвоприношением. До сих пор, читая ваши письма, я еще не обнаружил ученика Сангхи. Всем интересна йога. А я бы посоветовал уделять обеим ровное внимание. Эти две Даршаны постоянно упоминаются парно. Они как бы дополняют друг друга. Сангхи больше теория, философия, психология. Йога праксис, а значит некое отрицание теории. Так утверждает Смирнов и трудно поспорить с его авторитетом. Но возьму на себя смелость не согласиться с академиком. Сангхи и йога это не разные стороны единого медальона. Это разные пути, разные дороги, ведущие к Манговой роще, разными дорогами. Принято считать, что Сангхи теория о йога праксис, но я постараюсь изложить иной взгляд на эти Даршаны. Обе Даршаны пути. Они могут привести ученика к Манговой роще, разными путями, но к единому результату. В гите и Мокшатхарме есть фраза, в пересказе обозначающая следующее. Глупцы утверждают, что йога и Сангхи различны. Чего достигают приверженцы Сангхи, того же достигают следующие йоги. Сангхи и йога одно. Они сходятся в конце. Результат един, но это не значит, что их нужно отождествлять. Но чтобы двигаться к цели, нужно избрать путь. Не обязательно Сангхю или йогу. Можно избрать иной путь, объединяющий эти два. А значит, нужно понять эти Даршаны, понять их сходство и отличие. Начнем с отличия. По моему мнению, отличие между этими Даршанами в пути. Все дороги ведут в Рим. При этом туда можно приехать на поезде или въехать на машине. Также и Сангхи с йогой. Несмотря на утверждение Бхагавадгиты о единстве пути, сами пути, называемые Сангхи и йогой, различны. Два пути известны с древности, утверждает Гита. Сангхи для размышляющих и йога для подвязающихся. Ученик, склонный к анализу, размышлению, логике и изучению, должен избрать Сангхи, а склонный к мистицизму, самопогружению, к волевому напряжению и экспериментам йогу. А поскольку каждый из нас имеет обе грани натуры, то идеал комбинирования этих путей. Цель, разграничивающая постижение вечного и невечного в себе самом и освобождение вечной части своего естества от субстанции, материи. Это кайвалья или мокша. Тогда в чем же особенность йоги? Главное отличие этой таршаны от Сангхи. Я бы выразил это отличие одним словом – воля. Йогин старается достигнуть своей цели, действуя, развивая волю, надеясь на свою силу. Сильный зверь вырывается из капкана, сильная рыба вырывается из сетей. Ученик надеется на самого себя. Как бы ни рисовал себе конечную цель, адепт йоги идет к ней, опираясь на волю, действие, упражняясь. Это, по моему мнению, главное отличительное свойство йоги. Сангхи – это путь, где акцент на анализе, расщепление на части. Тут нет упражнений и волевого усилия. Нет в той степени, как в йоге, но и адепты сангхи занимаются медитацией, хотя совершенно не обращают внимания на внешнюю сторону, и вспомогательные средства вроде асан и праная. В гите описаны оба пути, сангхи для размышляющих и йога для подвязавшихся, и гиты же объявляют их единство в цели, в месте пересечения параллелей. Какой из двух путей вам выбрать? Ответ – никакой. Дилемма выбора – глупость. Почему вы должны выбирать одно из двух? Кто сказал, что нужно сделать выбор? Именно так я понимаю утверждение гиты о глупцах. Дети, видящих нечто разное в сангхи и йоге. Вообще, все это вина Вивикананды и прочих авторах, так сильно впечатавших в умы людей о существовании разных йог. Раджа-йоги, карма-йоги, бхакти-йоги, джнана-йоги. Все эти дороги должны быть практикуемы в синтезе, а не отдельно. Без джнаны нет других йог. Так же, как и любая йога содержит элементы раджа-йоги. Кстати, то, что Вивикананда описал как джнана-йогу, соответствует сангхи-даршане. Путь философии, обдумывания, когда цель достигает интеллектом, анализом, философией. Сангхи, как термин обозначает обдумывание, анализ, калькуляцию, калькуляцию принципов бытия или таттв. Но йога невозможно без калькуляции, без разделения, без вычленения трех гун, трех волокн, из которых сплетена ткань бытия. Если ваша натура больше тяготит к философии, то сангхи будет более плодотворной в вашей сатхане. Если вы мистическая натура, волевая, склонная к экстазам и интроверсии, тогда вы должны идти царской дорогой, раджа-йогой. Но я советую комбинировать все эти йоги, следовать по всем направлениям одновременно. Пример с дорогами лишь пример. Пусть он не вводит вас в заблуждение. Совершенствовать все грани вашей натуры нужно, выполняя эти разные сатханы. Об этом мы поговорим отдельно. После того, как рассмотрим каждое направление, каждую маргу, джнана-марга или санхи, карма-марга, бхакти-марга и раджа-марга, аштанга или классическая йога, сама разделяемая на хатха, лая, крия и дхьяна-йоги. Вернемся к санхи-йоге. В чем же отличие этих двух дэршан? Санхи утверждает, что возможно разобраться в самом себе, разграничив разные пласты своего естества. Это и есть татвы. Анализируя, разграничивая, вычленяя все более тонкие татвы, поднимаясь над грубым, адепт возвышается над физическим планом, потом над энергетическим, постепенно дойдя до ментального. Дальше он изучает свою психику, вычленяя субъект от объекта. Йога согласна со всем этим, но утверждает, что это невозможно сделать без развития воли, без овладения телом, дыханием и умом специальными методами. Помните, я сказал, чтобы вас не вводило в заблуждение пример с дорогой. Это лишь пример. По сути, некуда приходить, нет движения, нет обретения нового пространства, нет передвижения, поэтому и можно утверждать возможность следования обеими путями. Это пути не для передвижения, это пути вспоминания. Нечего достигать, ибо душа свободна изначально. Обе даршаны утверждают, что обусловленность результат помращения ума, а видии незнания иллюзии. Оба сходятся в цели освобождения от обусловленности. На самом деле порабощенный дух свободен изначально. Дух только зритель, сакшин, а избавление мукти, лишь осознание этой вечной свободы. Это эго или ложная личина полагает, что страдает, что связан и желает независимости. Ученик, осознавший свое отличие от ложной эго-концепции, видит, что он истинный дух, бесстрастно созерцает драму личности или асмиты. Согласно психологии санхи-йоги, асмиты или человеческая личность не существуют как конечный элемент. Она только синтез психических переживаний, которые разрушаются, едва наступает прозрение, как образы сновидения исчезают при пробуждении. Подобно любым творениям космической субстанции, асмита, эго, иллюзия, временный феномен. Но лишь только достигается освобождение, иллюзия рассеивается, вместо змеи лишь веревка, исчезает страх перед змеей. Родные и друзья, все они живут во временных телах. Человеку нужно знать о душе, о ее бессмертии, не верить, не предполагать, а знать. Без этого знания он не сможет найти покой. Даже дэвы и полубоги имеют предел существования, после чего их благая карма исчерпывается, и они снова рождаются в человеческой реальности. Говоря человеческой, я не подразумеваю лишь нашу планету Земля. Я говорю о мире, локе, реальности, где условия подобны нашим. В писаниях йоги, да и в других святых книгах, человеческое состояние объявлено наивысшим. Библия, Тора, Коран, они тоже в мифологической форме утверждают, что человека Господь создал по своему подобию и объявил ангелам о его превосходстве. Как нужно понимать этот миф? Только мы ощущаем боль в той степени, чтобы пожелать выйти из круговорота сансары, и только мы можем осуществить это, вырваться из оков кармы, причинно-следственного закона. Боги это Дева, существа с огромной аккумулированной благой кармой. Они имеют иные тела, более тонкие, наслаждаются на ином уровне интенсивности, у них слишком хорошая карма. Иными словами, их сновидение слишком приятно, и они вряд ли захотят проснуться. А демоны, их карма слишком тяжелая, они просто не могут вырваться, так сильно Майя пленила эти души. И Девы, полубоги, и демоны должны исчерпать свою карму, вернуться в среднее состояние уравновешенности гунт. Наверное, тут мы должны сделать паузу, и я должен ответить на ваш ментальный вопрос. Правда ли все это? Существуют ли эти ментальные, сознательные силы, обладающие могуществом? Греческая мысль, а значит и вся западная, отдаляет человека от богов. Боги на недосягаемой высоте Олимпа. Они лишь зрят жизнь людей, словно спектакли. Кому-то боги помогают, кому-то наоборот, отравляют существование. Арийская мысль рисует удивительную картину, отличную от греческой. Только арийская мысль ставит знак равенства между человеком и богами. Ибо Индра и прочие полубоги это не личности, а некие ступени могущества, и любая душа с помощью йоги, достигшая этой ступени, становится новым Индрой. И йогу еще называют пессимистическим учением. Какой пессимизм? Нет учения более удивительного и оптимистического. Нас всех ожидает божественность, всех без исключения. Разница лишь во времени. Йога способ быстро возвыситься по эволюционной лестнице. Но даже без йоги, без санхи, рано или поздно каждая душа вспомнит свою истинную природу, сбросит цепи неведения и достигнет свободы от обусловленности. Санхи-йога утверждает, что рождение происходит с преобладанием той или иной гунны. Сатва или чистое благое качество дает рождение в божественных, возвышенных реальностях или локах. Раджас в мире похожим на наш. Атамас в адских грубых локах или условиях полуживотного существования наподобие племен, которые можно встретить в джунглях. Остерегайтесь накапливать раджас и тамас. Какую гуну вы накопите, тем существом и станете. Так устроена природа. Каждая душа пожинает плоды собственной деятельности, кармы. Один должен пострадать, другой наслаждаться. Это и есть сансара. Санхи и йога рисуют именно такую модель мира, перевоплощение из одной реальности в иную, из ада в рай, оттуда в человеческое бытие, и снова рай, и снова в ад. Так, из инкарнации в инкарнацию, словно ковши водочерпального колеса, поднимающиеся и опускающиеся в воду, блуждает душа в сансаре, написано в панишадах. Много жизни у меня, и у тебя. Разница в том, что я помню свои, а ты нет, говорит учитель ученику в гиде. Реинкарнация в метеемпсихоз. Но если инкарнация реальность, то почему не сохраняется память об этом? Поразмыслим обо всем этом. Каждый из нас рождается с определенными предрасположенностями, и не всегда их можно объяснить генетикой. Почему некоторые дети могут музицировать в пять лет, писать сложные произведения, или как происходит то, что в обычной семье двухлетний ребенок может решать задачи из высшей математики? Это можно объяснить только теорией реинкарнации. В тело ребенка воплотилась душа, бывшая исключительным математиком в прошлых жизнях. Тогда почему мы не помним прошлые жизни? До трех лет наш ум впитывает огромное количество информации, так что мы забываем этот период. Никто не помнит ничего из своего глубокого детства. Как будто жизни до трех лет вообще не было. Но она была, несмотря на то, что воспоминания не сохранено. Одна из причин того, что опыт из прошлых жизней недоступен в невероятном количестве информации, впитываемой умом ребенка. Эта информация столь огромна, что блокирует даже детские воспоминания, не говоря о прошлых инкарнациях. Но у того факта, что мы не помним истинное метафизическое объяснение. Вы должны понять мое объяснение, и тогда сможете приступать к упражнениям, которые дают возможность вспомнить прошлый опыт. В йоге такие упражнения есть. Но прошлый опыт воспоминается не одной техникой. Вы должны поменять приоритеты, изменить Даршану. Пхала-тришна комплекс импульсов, приковывающий нас к сансаре. Жажда жить, властвовать, размножаться, поглощать, есть и развлекаться, все это мешает, блокирует память прошлых инкарнаций. Память не следует за душой, чтобы дать ей возможность заново пережить аттракцион, называемый жизнью. Подсознательно никто не желает воспоминаний прошлых инкарнаций, иначе жизнь потеряла бы спектр, как много раз введенный фильм. Детство это познавание мира. Как можно насладиться детством, помню прошлой Поэтому мы и не помним прошлой жизни. Чтобы вновь насладиться детством, первым поцелуем, первой победой. Чтобы ощутить жизнь полностью, с самого начала. Вот поэтому сансара может существовать лишь в таком виде. А йогины вспоминают прошлые инкарнации лишь после нирведы, отворачивания от сансары. Лишь достигнув высших ступеней мудрости, адепт санхи, йоги или просто просветленный, будь то буддист, джайн, даоист или последователь дзена, может открывать память прошлых жизней. До этого, если в нем еще сохранились санскары, привязывающие к сансарному существованию, он не способен вспомнить прошлые жизни. Не способен, ибо не хочет вспомнить. Он хочет вновь играть в этот аттракцион. Убийца шофер, говорит некто в кинотеатре и весь зал покидает кино. Детектив теряет смысл. Люди должны были до последней минуты загадать вместе с главным героем кто же убийца. 5-3 мы выиграли. Восклицает злой сосед и мужчина, спешивший домой, чтобы получить удовольствие от просмотра футбольного матча, отчаянно прислоняется к стене. Все. Вечер испорчен. Он больше не может получить всей полноты удовольствия. Зная итог игры, он не может покайфовать, включившись, переживая, бронясь и восторгаясь. Ни зрители в кино, ни футбольный болельщик не желает знать финал, ибо хотят получить удовольствие. Точно тот же механизм и у прошлой жизни и памяти об этом. Пока вы не стали адептом йоги, пока не искоренилась пхала Тришна, и вы опять жаждете получить от жизни удовольствие, вы не сможете вспомнить прошлой жизни. Знания блокируются глубинными пластами вашей психики. Суть детектива не знать злодея до последнего момента. Как можно представить душу, помнящую тысячи жизней и наслаждающейся чем-либо? Она все видела, все перепробовала. Ничего ей не потрясет, ничего не восхитит, тайны больше нету. Детство, юность, самые важные отрезки, их уже нет. Ребенок это состояние, когда душа воспринимает мир, словно сказку, неизведанный розовый мир. Память бесчисленных прошлых инкарнаций исключает ментальность ребенка. Эти две психические реалии несовместимы. Если душа будет помнить прошлые жизни, то она никогда не сможет испытать детство. Она сможет воплотиться в тело ребенка, но ребенком не станет. Это будет некий урод, помнящий бесчисленные прошлые жизни, уставший от бесчисленных страстей, смертей, побед и поражений, и при этом в теле ребенка. Вы готовы вспомнить все это? Ведь вспомнив, больше ни от чего не сможете получить удовольствие. Нынешняя жизнь померкнет, ничего больше вас не удивит и не заворожит. Игра, называемая жизнью, станет скучной, как фильм, уже видены сотни раз. В йога-сутрах учитель объявляет воспоминания прошлой жизни следствием отказа от собственности, когда комментирует нияму. Нирведа ведет к воспоминаниям прошлых жизней. Поверьте, как только вы продвинетесь в медитациях и главное, после того, как вами овладеет вайрагья, бесстрастие и нирведа, прошлый опыт станет доступен для воспоминаний. Легко. Как будто вы просили друга рассказать, как закончился вчерашний матч. Или вы спрашиваете о финале детектива. Кто был убийцей? Ты правда хочешь знать? Спросит приятель. Узнав, что убийцей оказался шофер, вы теряете шанс получить удовольствие от просмотра фильма. нирведа. есть нирведа. Отказ от просмотра сериала, называемого вашей жизнью. Ты правда хочешь вспомнить? Спросит подсознание и даст доступ к тончайшим пластам антахкараны, где записаны эти данные. Вспомнив прошлые инкарнации, вы будете знать все. Ничто больше вас не удивит, не испугает, не обрадует, ибо все это уже случалось в разных вариациях, в разных ситуациях. Именно из-за пхала тришны желания насладиться жизнью, начинающие ученики не могут вспоминать прошлые инкарнации. Их подсознание противится сознательному желанию вспомнить прошлые жизни. Ученики не понимают результата своего желания. Им кажется, что они вспомнят два-три эпизода, но там заговорят на другом языке, или припомнят, где спрятали клад в прошлых инкарнациях. Но подсознание знает, что вспомнить прошлый опыт нельзя, иначе будет невозможно приобрести бхоку опыт. Жизнь померкнет, потеряет остроту. Вспомните, как у стругацких в пикнике на обочине, где таинственный шар исполняет сокровенные желания. Дикообразу, дикообразово, он сознательно, умом, желал одного, а получил другое, то, чего желал на самом деле. Сердцем. Как только вы станете мудрее, как только вы действительно захотите узнать прошлые инкарнации, вы их вспомните. Протиломам, против шерсти. Так называют буддисты эту медитацию. Адепт вспоминает идею, которая была в психике секунду назад. Дальше идею, мыслеформу, которая была до этого. Суть упражнения в том, чтобы повернуть сознание вспять. Протиломан против шерсти назад. И это получается, если подсознание не противится. И если он искусен в медитации. Вспомнить прошлый опыт. Это не вспомнить имена, образы или названия. Это вспоминание всего. Полностью. Ученик становится способным заглянуть в хранилище поступков или в глубинный пласт читы, психики, называемой кармической ложи для пуруши. Это тончайшая формация субстанции, некая ложа, полная инграм, записи прошлого опыта. Душа начинает воспринимать этот пласт, до этого погруженный в глубины бессознательного. Казуальное или причинное тело, корана шарира, тоньше чем сукшма шарира, праническое, тонкое тело. Тонкость корана шарира иная, чем тонкость сукшма шариры. Корана шарира, точно сукшма шарира примерно в той же степени, в какой сама сукшма шарира, тоньше с тхулы шариры, физического тела. Медитативно познав собственную читу на такой глубине, ученик возвращается с опытом прошлых инкарнаций. Вспоминается прошлый опыт из прошлого бесчисленной инкарнации, а не отрезки и частности. Из этой медитации ученик выходит мудрецом, ибо он владеет полным знанием. Полным. Будда утверждал, что вспомнил все свои бесчисленные жизни. Многие архаты, буддийские адепты утверждают тоже. Как наивны те, кто думает, что сможет воспользоваться этим опытом в жизненных целях. Патанжали, где-то обсуждая ситхи, магические совершенства, замечает, что жизненные цели нужно достигать жизненными или обычными средствами, и что йогические средства не приспособлены для достижения жизненных, прагматических целей. Почему так происходит? Адепт, вспомнивший свои прошлые инкарнации, несомненно, смог бы достичь невероятных успехов в любой отрасли деятельности, ибо стал бы обладателем огромного знания, навыков и опыта. Но такое возможно лишь для того, кто утвердился в нерведе, отвратил взор от сансары, желает лишь мокши, освобождения. Да и что может желать такой адепт, переживший все, что возможно за прошлые бесчисленные инкарнации? Он как никто другой знает, как мимолетна жизнь, и как накапливать стоит не физические средства, а лишь благую карму, чтобы освободиться от этого бесконечного круговорота. Я приведу отрывок из Абхидхарма Коши. Глава 7, стих 123. Аскет, пожелавши вспомнить свои прежние жизни, начинает с постижения характера той мысли, которая только что у него промелькнула. Затем он переходит к предыдущей, вплоть до мысли о своем зачатии. Когда он вспоминает момент мысли в своем переходном состоянии, обретается Абхиджня. Абхиджня это память о прошлых жизнях. Процедура таким образом представляет собой отталкивание от некоторого момента, ближайшего к настоящему, и дальнейшее обратное путешествие во времени, имеющее цель возвращения к началу времен, к тому парадоксальному моменту, за которым время не существовало, поскольку ничего еще не было проявлено. Знание и цель этой йогической техники, состоящей в ретроспективном раскручивании спирали времени, намного важнее, чем простое удовлетворение любопытства. С ее помощью обретается истинное сверхзнание, так как практикующему удается не только вернуть знания обо всех своих прошлых жизнях, но и достичь самого начала мира. Двигаясь против течения, неизбежно приходишь к истоку, который в конечном счете совпадает с космогоническим первопроявлением. Адепт как бы выходит за рамки времени. Мудрец приходит к началу времени и находит там безвременье, вечное, настоящее, предшествующее временному опыту. Он познает необусловленное состояние, предшествующее погружению Пуруши в сансару. Но ученик должен уметь медитировать на уровне саньяма, чтобы, начав с некого момента временного течения, исчерпать это течение, двигаясь вдоль него в обратном направлении и, в конце концов, достичь безвремени, вечности. Есть более легкий путь, известный как регрессивный гипноз. Метод внушения похож на описанную только что медитацию. Но перцепент должен быть сенситивным, и фаза гимнотического транса должна быть сомномбулизмом наивысшей глубины. Только тогда этот опыт дает результат. Так вот, все, что мы говорили о прошлых инкарнациях, подтверждается регрессивным гипнозом. Испытуемые путем внушения переводятся на десятилетия назад. Они входят в образ, говорят по-детски, вспоминают стихи, которые знали в детстве. Делается внушается, что с каждым счетом они становятся на год младше. Гипнотизер начинает счет. Сомнамбул вспоминает себя во все более маленьком возрасте. Доходит до того, что он вспоминает себя в утробе матери. Но счет продолжается. Так что испытуемым как бы больше некуда регрессировать. И тут некоторые из них начинают говорить на иных языках, вспоминать прошлую жизнь. Эти опыты опубликованы. Так что при желании вы сможете прочесть о них. С чем мы имеем дело? Самовнушением или фактом? Решать каждому из вас. Для меня прошлые инкарнации такая же привычная вещь, как Сатурн или Юпитер в нашей Солнечной системе. Сам я не видел ни той, ни другой планеты, но знаю об их существовании. Так же и с прошлыми инкарнациями. Я уверен в их существовании, но не пытаюсь вспомнить свои собственные. Я вспоминание прошлых инкарнаций сделает серой и унылой нынешнее существование. То, что Санхи-йога называют смыслом аттракционно, из-за чего Пуруши оказались в сюках майя. Лила и Крита Абсолют развлекается, навевая на себя сон беспомощности. Почему? Да такова его природа, как природа ребенка, играющего в кубики, просто наслаждаясь ради процесса творчества. И Абсолют играет в некую конечную личность, в меня и в вас. Но, начиная пробуждаться, он получает удовольствие. Это и есть Пхога и Абпавагра, опыт и освобождение вместе взятые. Повторяю, это сугубо мое видение Пхоги и Абпавагры. Иные авторы утверждают, что цель Пхоги сансарный опыт, Абпавагры освобождение от сансары, что лишь пройдя через познание страдания можно освободиться от нее. Они сами видят абсурдность такого утверждения, но иначе не могут трактовать Шурути. Но я не считаю свою точку зрения отличным от Шурути. Вет, Упанишат, Гиты. В этом вся суть. Я трактую их по-своему, для себя, и, возможно, для тех, кто согласится с моим мнением. Итак, сакральные тексты утверждают, что подобно ребенку абсолют резвится, играет Лила, Крида. Но в чем эта игра, если люди несчастны, если сансара пытка и жизнь полная скорби? Я отвечаю в пробуждении от Майи. Когда человек перестает быть человеком и обнаруживает в себе Бога, когда он начинает становиться Атманом, то это и есть смысл аттракциона, игры. Это и есть то наслаждение, которое Пракрити предложила своему господину, Пуруши. Из-за этого абсолют и окутал себя Майей. Сам абсолют блажен, самодостаточен. Но суть игры, как бы сызнова почувствовать это блаженство. Сат Чит Ананду. Это и есть Бхога и Аппавагра, опыт и освобождение, цели, которые являют целью бытия. Различение Абсолюта. Лилы и Криды. Другой цели нет. Сансара это не результат болезни Брахмана, как может показаться из комментариев средневековых схоластов. Смысл существования Бхоги и Аппавагрия. Что нужно понимать, как погружение в Пракрити и освобождение из нее? Какая в этом цель? Крида? Игра? Пуруша получает удовольствие. Прикинувшись конечным, слабым, смертным, он ходит в эту роль в иллюзию. Бесконечная череда реинкарнаций все это миг по сравнению с вечностью. И привыкнув к этой обусловленности, забыв о своей свободе и вечности, вдруг Пуруша начинает вспоминать свою божественность. В этом вспоминании я вижу смысл существования. Это такое наслаждение, по сравнению с которым любое другое меркнет. Конечная личность вдруг становится бесконечной, всемогущей. Это самый изумительный аттракцион из всех, самая поразительная игра. Лила или Крида, игра и развлечение Абсолюта. Пробудившись от Майи иллюзии, дремы, душа вспоминает, что видела лишь сон, грезила. Мокша, мукти, каевалья, освобождение, избавление от идеи зла и страдания. Это осознание того положения, которое всегда присутствовало в мире, но на которое невежество, Майя, набросило свой покров. Страдание прекращается, едва мы понимаем, что оно вне духа, что оно касается только человеческой личности, асмиты, эго. Адепт продолжает жить, продолжает действовать словно колесо, катищееся по инерции, но эта деятельность уже не принадлежит истинному я. Оно происходит объективно, механично, безличностно. Нет включенности, заинтересованности, жажда результата, пхалатришна или жажда плода. Когда освобожденный человек совершает действие, у него возникает сознание, не я действую, а это действует. Иначе говоря, он не втягивает я в психофизический процесс. Так было в конце жизни с Рамакришной. Он говорил о себе в третьем мельце. Дживанамукта, освобожденный еще при жизни, его сравнивают с колесом, отлетевшим от кареты. Оно катится по инерции. Поскольку сила неведения больше не действует, новые кармические цепи не формируются, наступает абсолютное освобождение. Это и есть идеал карма-йоги, описанный в Гите. Действовать без личной заинтересованности, без включенности, без жажды плода, пхалатришны. Гита утверждает, что всякая деятельность ради самого себя порождает причинно-следственный ряд. Хотя сам он непрерывен, но плоды его долговечны. Хорошие дела приносят хорошие плоды, плохие дела приносят плохие плоды. Это и есть составляющая сансарного бытия. Как только ученик начинает действовать без личной заинтересованности, без пхалатришны, жажды плода, он порывает такого кармы. Такая деятельность не связывает душу новыми кармическими узами. Психофизический континиум продолжает существовать. Внешне нет никаких изменений. Из-за инерции прошлой кармы человек продолжает жить, дышать, психика, думать, строить планы, вспоминать. Но Пуруша больше не отождествляет себя с психикой. Нет ложной я-концепции, личины. Пуруша лишь зрит отстраненно, наслаждаясь представлением. И нет разницы, какого жанра это представление, кем является в миру личина. Пуруша зрит великолепный спектакль. Страсти, желания, надежды и страдания. Все это становится представлением, танцем субстанции, сновидением. Представьте, что вы стали телепатом и можете выглядывать из чужих глаз. Можете по своему желанию погружаться в личность другого, а потом снова вспоминать о своем отличии от этой личности. Что-то вроде этого, хотя слова весьма слабый инструмент для объяснения того состояния, о котором идет речь. Мы не знаем, не ведаем, как учить этому. слова из Упанишады, которыми я хочу закончить эту главу. Субтитры